Чаасик Радачи Виршлада с Хиганой! Сегодня мы делаем обзор на Димку Ларина, например. Он... Помнишь Димку Ларина? Вы вот летом с подругами сидели. Я просто... Хиганой, может я где-то здесь аннотацию ставлю. У кого не отображается, можете посмотреть в описании. Там будет. Мы тоже делали бабулями обзор на Димку Ларина. В общем-то, представляешь, он взял одно из наших видео и ставил себе в ролик. Ну давай сейчас посмотрим. Ну что, баба, мы сейчас посмотрели ролик, где Дмитрий Ларин, ну в такой гротесной форме, якобы, говорит нам, что он... Голубой. Ну, баба, ты же сама прекрасно понимаешь, что... Ну как ты думаешь? Что это он шутит. Шутит? А многие говорят и считают, что... Нет, он хороший парень и не похож на голубого. Не похож, да? Нет. Ну, баба, а как ты думаешь, вот кого из известных, ну скажем так, людей нетрадиционной сексуальной ориентации ты знаешь? Ну чешо. А вот Чайковский, помнишь, он был? Чайковский. Исполнение как тебе, вот его вокальные данные, вокальные? Да хорошо, Димка, поёте. Нормально, да? Ба, а как ты вообще относишься к голубым? Мы жили и не знали, что такое голубые, зелёные. Аба, я тебе хочу сказать, что ещё сам Цезарь поговаривает. Помнишь Цезаря? Угу. Как вчера. Нет, не вдружила. Он был голубым. И многие, вот, это как античная культура, например, там она вся пронизана вот голубизной. Это что, получается, греки, которые, ну грубо говоря, создали фундамент науки, литературе, всему, что это, они, получается, многие из них были голубые, не считали зазорным ничего. Как ты считаешь, Ба, это нормальное явление или нет? Нет, это не нормальное явление. Ну, а почему? Ты, что, телевизор смотришь, там постоянно гея говорят, вот, в гееропе. Ну, и что там, что-то вынесло. А на Боре, да. Так, Боря, он уже, да, это ба, это же просто образ. Боря. Как образ? Ну, ты думаешь, что он на самом деле голубой? Да. Ну, это же Ба, не серьёзно, ну ты что, прикалываешься, что ли? Я не прикалываюсь, она, да, действительно. Ты ж не смотришь телевизор, а я смотрю. Давай, доложи. Он ходил в церковь, Богу молил, просил Господа Бога, да, чтобы он его простил за то, что он вот это, такой. Содомию устраивал. Как бы, а откуда ты, это он прям так и говорил, что я ходил в церковь? Не я ходил, а показывали, что он пришёл в церковь, и его там поп допрашивал, ну как, исповедал. И он говорит, простите, я что, я был голубым? Не голубым. Прям, простите, я был голубым. Ну, что такую жизнь вёл? За разврат, в общем. Да. Ну, Ба, тебе не кажется, что это просто вот как пиар-ход? Нет. Вот как Дим Каларин, ну, скорее всего, он, конечно же, не голубой. А просто он спел песню, чтобы, ну, подразить, провокация, провокация. Говорит, какой язык парня на вкус, например? Не знаю. Ба, какой язык парня на вкус? Да, откуда я знаю? Ну, как ты? Ты ж молодая была. О, что, языки пробовала на вкус. А ты что, ни с кем не целовалась, что ли? О, я не любила целоваться. А что, дедушка-то, наверное, целовал же тебя? Ну, мало ли что. А подожди, подожди, вот ты говорила, когда вы с девушкой там встретились, да, вы ходили с ним в кино, в Шевченко. Ну. Вот. И что, и там же там на последних местах для поцелуев вы не сидели? Мы не с ним, вдвоём с ним тогда не ходили, ходили четверо или пятеро девки. И он один парень. Ну, ничего, гарем, что ли, был? Ну, чего это, гарем какой-то. Собрались, да и пошли, девки собрались, и он с нами. Он выбирал между вами? Выбор он делал, может, между вами или нет? Ну, вот он и сделал выбор. Меня выбрал. И что, и правильно сделал выбор? Не знаю. Целовались, я уже забыла, целовались мы или не целовались. Это ж прошло сколько лет. И ты чё, не помнишь, какой язык парня на вкус? Ой, конечно нет. Понятно, ба. А если бы ты узнала на самом деле, что, например, ну, я вот такой, как Димка поёт, гей. Я ж тебе говорю, что мы с Денисом голубые. Да, Денис голубой, с женой живёте голубой. Так это жена под прикрытием. Ага. Под прикрытием. А как бы ты всё-таки поступила, если бы ты узнала, что я или, например, Сашка или Денчик голубые, например. Да я бы тебя сразу убила. Чего бы? Да потому что это нелюди. Ну, не положено по природе. Раз природой дано, женщина с мужчиной должны. Ну, я так понял, ба, ты ко всей этой заднеприводной теме очень негативно относишься, правильно? Очень негативно. Очень негативно. Хорошо, хорошо. Смотри, мы сейчас посмотрели это видео, где Димка Ларин говорит, что он гей, например, признаётся камин-аут. Ну, что ты, какие выводы, ба, вам можно сделать из увиденного, например? Ну, Димка красивый парень, хороший. Это он на тебя наговаривает. Надо найти просто хорошую женщину ему. Так. И женился, и жить, как все нормальные люди. Так. И перестанет петь вот эти песни дряные. Да, так вот же этот, Челд Фри. Челд Фри, помнишь, я вам показывал, вот, когда ты с твоими подругами сидела, и там он говорит, что я детей не хочу, и вообще чуть ли не детей заводить плохо. Да, это он говорит. Женился бы и завёл, и ничего, и было бы хорошо. Так что, он бы свои взгляды изменил бы, что ли, ба? Ну, женился бы, а жена бы его совсем по-другому, уму-разуму научила. Это что бы, получается, он бы, как и все, под каблук бы залез? Ну, и залез бы, а что ж ты думаешь? Женщина многое сделает. Ребята... Если он полюбит её, то... То и под каблук залезет? Да. Вот, ребята, и раскрылся этот заговор. Так что, друзья мои, прежде чем что-то делать, ребята, в то раз подумайте. Видите, человек признался, что под каблук, например. Вот такие дела. Так что, дорогие мои друзья, ставьте классы, подписывайтесь на наш канал, дайте нам бабулины вещь-пакеты, заказывайте рекламу сигнал. До новых встреч. Лайк, она бабули, слава. Папа. Компуктира. 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 Компуктира.